Девушки отдыхают Трагедия, произошедшая в Змеевском районе 23 июля, остановила навсегда сердца троих замечательных людей, отдавших всю свою энергию, опыт, талант, профессионализм всем нам. Владимир Кривенок, Александр Шамрай, Валерий Калинин. У каждого из них была своя судьба, семья, дети, свое любимое дело. Каждый из них по-своему был индивидуален и неповторим. Говорят, что человек, рожденный на свет с обретением бесценного дара жизни, несет определенную миссию, выполнение которой знаменует уход в другой мир, более совершенный и абсолютный. Никем не предвиденный злой рок собрал в этот жаркий июльский день самых лучших, самых талантливых, молодых и жизнелюбивых людей. Кто же они? Поговорим о вечности с тобою. Конечно, я во многом виноват, но кто-то правил и моей судьбою, и я ощущал тот вездесущий взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя, он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб вселенного настроя, не мог найти согласия с судьбой. Кто же мой тайный высший повелитель? Чего желал он? Участи другой. Как на весах судья и исполнитель, злой рок предуготовил скорый мой. И было все когда-то так любимо. Давались силы, воля, счастье, страсть. Моя душа, как колесо машины, пыталась умилить вселенной власть. И лишь потом, июльской тишиною, он прошептал мне тихо на ушко. Ты был моим послушником, солдатом, и твой покой уже недалеко. Владимир Николаевич Кривенок родился 5 апреля 1970 года. Живопис на месте села Архангельска, Херсонская области. С самого измольства Володя рос любознательным, жизнерадостным ребенком. Не по годам смышленным и любвеобильным. Его школьные годы – это постоянное стремление быть лидером во всем. Как в учебе, непременное отличие и глубокие знания всех школьных предметов. Так и в общественной жизни, музыкальной школе, художественной самодеятельности, кругу друзей. Золотая медаль и поступление в Харьковский институт радиоэлектроники – это одна из первых ступеней жизненных побед в Володе. А затем служба в армии, многочисленные грамоты и награды военного руководства, учеба в институте, работа в научно-исследовательском институте. В 1994 году Владимир Кривенок впервые по объявлению совершенно случайно попадает на телерадиокомпанию «Змеев ТВ», которая только-только начинала зарождаться. За первый год работы на телевидении Володя с легкостью осваивает телевизионные профессии оператора, журналиста, видеоинженера, режиссера, сценариста. Благодаря его таланту и огромной любви к телевидению, жители района с удовольствием ведут и смотрят циклы развлекательных программ, таких как хит-парад, музыкальные поздравления, информационную программу «Рио», социальные и политические программы «Оглянись», «Зворотний биг» по скрипту «Эхо памяти». И множество других документальных фильмов и видеоклипов. Нельзя считаться, что в канун Нового года происходят всякие чудеса. Так вот, сегодня, в канун Нового года, на нашей телекомпании произошло такое же чудо. К нам приехал родоначальник Харьковского телеканала «Симон», господин Симон. Господин Симон, цель ваша – приезжать в город Змеев. Это, как это будет по-русски, здравствуйте, дорогие змеевчане. Я, как родоначальник Харьковской телекомпании «Симон», рад приветствовать вас на вашей, так сказать, земле. А цель вашего прихода именно в нашу ТРК Змеев ТВ? Дело в том, что ваш ТРК Змеев ТВ славится на всю Харьковской и другие области тем, что выпускает музыкальную программу. Музыкальные поздравления. По-русски, музыкальные поздравления, да, музыкальные поздравления. Здравствуйте. Каждый четверг мы предлагаем вашему вниманию новую программу «Ля-ля-фа», которая является приложением программы «Хит-парад Змеев ТВ». Много слов у нас не будет, просто полчаса хорошей музыки. Сегодня творческий коллектив программы «Ля-ля-фа» решил сделать для вас подарок. Поэтому поудобнее устройте в своих креслах, налейте чашечку кофе и оставайтесь с нами. Музыкальные поздравления. Самое главное, самое главное это то, что данный семинар помогает нам развить такую идею, как создание харьковских региональных новостей. То есть это будет, я думаю, это будет очень мощная программа. Сюда будут входить новости всех районных телерадиоорганизаций, которые входят в Харьковский областной союз средств массовой информации. А это значит, что, в принципе, на данный момент такой программы я еще не видел и не вижу в Харькове. На протяжении 9 лет Владимир Кривенок был не только творческим вдохновителем 25 канала, а еще и грамотным руководителем. Его энтузиазм, жизненная энергия, особая врожденная притягательность, неординарность, интеллект, организаторские способности, общительность, а главное, большая любовь к людям, держали на плаву совсем неприбыльное предприятие, телерадиокомпанию «Змеев ТВ». За время работы на телевидении Владимира Кривенка не раз отмечали грамотами Украинского национального совета, областного союза средств массовой информации, Харьковской областной государственной администрации, Змеевской районной администрации и районного совета. В 2003 году Владимир Николаевич становится лауреатом областного конкурса «Молодежный лидер года» в номинации «Журналист». Его талант и способности всегда достойно оценивались и на всеукраинских конкурсах телевизионного мастерства. Документальные тематические фильмы, созданные Владимиром Кривенком, завоевывали почетные призовые места, тем самым подымая рейтинг как телерадиокомпании «Змеев ТВ», так и Змеевского района в целом. Трагическая случайность вырвала из жизни светлого, замечательного человека, как раз в самом рассвете, в 33 года, в возрасте Иисуса Христа. Ушел из жизни очень рано и так трагически погиб, что всем нанес большую рану, огромный и большой ушиб. Ушел, оставив всех раздумьи, но продолжает жить средь нас. Любил деревню, вечер лунный, но свет в очах его погас. Мы, Александра, будем помнить, и не померкнешь ты в сердцах, ты в школах след оставил корни, и в детских вспомнишься глазах. И на посту, как главредактор, тебя по селам помнит люд, в твоей газете правду, факты ничем не смоют, не сотрут. Вот так судьба распорядилась, теперь с друзьями заодно вам будет братская могила, и крест, и памятник панно. Эти стихи местный поэт Александр Христофоров посвятил Александру Григорьевичу Шамраю, опубликовав их после его трагической гибели. 23 июля 2003 года на 37-м году жизни перестало биться сердце прекрасного человека, педагога, талантливого журналиста, главного редактора районной информационной газеты «Вести Змеевщины» Шамрая Александра Григорьевича. Александр Шамрай родился 15 февраля 1967 года в селе Тарановка Змеевского района. В 1991 году закончил Харьковский государственный педагогический институт, филологический факультет. Самая светлая мечта детства стать учителем, воспитателем юных сердец и душ с получением диплома сбылась. Работая сельским учителем украинского языка и литературы посечанской школы, Александр Григорьевич обретает большой авторитет, уважение, любовь своих учеников и всего педагогического коллектива школы. Принципы куманизма, порядочности, усовершенствования системы образования и применения нестандартных путей руководства Александр Шамрай внедряет и применяет с большим энтузиазмом, работая сначала директором посечанской школы, а затем Борковской. Молодой, энергичный, высокообразованный руководитель всегда был примером как для своих воспитанников, так и для всех учителей. А затем Александру предлагают стать главным редактором газеты «Вести Змеевщины». Возглавил районное печатное издание Александр Григорьевич 1 июня 1998 года. Последние пять лет своей жизни Александр посвящает кропотливому, но очень интересному делу. За время его руководства газета меняет лицо, становится объективным, высокопопулярным, самым читаемым изданием в районе, со своими большими перспективами и планами. Многое сделано, многое пройдено и пережито, и многому не суждено было сбыться. Трагическая случайность оборвала все надежды и планы. Как раз тогда, когда рассвет творческой, желтолистской деятельности Александра только-только начинался. Зачем судьба неблагосклонна была к тебе, мой юный друг? Ты шел к вершинам устремленно, но жизнь оборвалась так вдруг. Тебе еще бы на свете жить и этой жизнью наслаждаться, дерзать, творить, детей растить, к вершине славы подниматься. Судьба решила все иначе, тебя забрав от нас так рано, и мы теперь скорбим и плачем от боли нанесенной раны. 23 июля 2003 года на 1946 году ушел из жизни тренер, учитель, выдающийся спортсмен и организатор, председатель районного спортивного общества «Колос» Калинин Валерий Григорьевич. С детства Валерий серьезно увлекался спортом, поэтому и дальнейшую свою судьбу он связал именно с этой профессией. В 1979 году закончил Харьковский государственный педагогический институт факультет физической культуры и спорта. Многие годы Валерий Калинин отдает работе тренера, преподавая Змеевской детской юношеской спортивной школе. Валерий всегда искренне от всей души обожал свою профессию, своих воспитанников, вкладывая в их сердца истинную любовь к спорту, как в Дю США, так и в Задонецкой школе. Но главным его пристрастием всегда был футбол. Именно поэтому последние 10 лет он являлся бессменным председателем районного спортивного общества «Колос». Благодаря его организаторским способностям, профессионализму, жизненному оптимизму и доброму отношению к любимому делу, Змеевской район выходит на наивысшую ступень развития спорта, а футбольная команда района занимает лидирующие места в области. Валерий Калинин всегда был душой и вдохновителем всех спортсменов района. Воспитывал и делал из них настоящих лидеров, людей с большой буквы. В тот роковой день 23 июля в 21 час 47 минут Валерий Калинин, Владимир Кривенок, Александр Шамрай возвращались домой с работы. Все они готовили совместный сюжет в программу «Рио» и статью в газету «Вести Змеевщины», касаемую деятельности районного спортивного общества «Колос». Отказ рулевого управления повлек за собой столкновение с грузовым автомобилем. По заключению судмедэкспертизы, смерть всех троих товарищей и коллег наступила мгновенно. Сегодня, по прошествию 40 дней, их души покинут землю и обретут вечный покой во Вселенной. Мы утратили своих родных людей, дорогих друзей, детей, мужей и отцов. Но они по-прежнему живут с нами. Близкие и дорогие, они являются символом нашего существования в мире. Если считать, что человек и человечество единое целое, и жизнь имеет смысл не только материальную, то ушедшие от нас не исчезают всего физической смертью. Они продолжают существовать, но только в другой ипостаси. Мы не ограничены своим физическим миром. Благодаря этому мы стремимся к идеалу, чему-то учимся. Поэтому так или иначе мы должны прожить свою жизнь достойно памяти ушедших. Хемингуэль когда-то писал «Не думай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Субтитры создавал DimaTorzok